и сейчас мы с вами поговорим о страхе старения и потери красоты что это вообще такое и я расскажу своем опыте что можно сделать если у вас такой страх существует принципе когда такой страх существует чем это для женщины не очень приятно не очень приятно тем что во первых вы любой страх да он блокирует энергию на нижних чакрах энергия не поднимается вверх и значит уже вы постоянно будете каком-то стрессе находиться и страх старения может приводить вас к тому что вы будете от интуиция отключена да если у нас энергия к верхним чакрам не поднимается вот это вот чакра а которая находится между бровями да то есть третий глаз на самом деле она дает интуицию если энергия туда не поднимается то конечно мы не считать чувствуем делаем какие-то ошибки да то есть неверные шаги и таким образом вы можете пойти на какие-то процедуры до которые потом скажется на вашем здоровье вы можете так скажем тратить большое количество денег на различные там омолаживающие процедуры на крема которые зачастую просто не будут помогать и еще больше приносить разочарование и желательно чтобы ну и конечно же ваш страх да то есть ваше неприятие себя неприятие если вас появляются какие-то морщинки да то есть все равно важно понимать что ну в любом случае будем стареть то этот страх может даже портить отношения с вашим близким человеком потому что все что нас внутри наши близкие люди они нам это отражают они могут нам даже это проговаривать когда мы не принимаем себя мы будем всегда это слышать также от окружающих людей и что вообще лежит за этим страхом мне очень понравилась лекция дмитрия троцкого это хиромант хиролог да то есть очень мудрый человек ее можно найти на ютюбе и лекция называется я хочу жить без страха и я объединила некоторые методики да то есть который сама применяла и ту методику которую дал дмитрий получилось вот что если у нас есть такой страха мы сами себе признаемся в этом во первых нужно признать да что он существует во вторых очень важно почувствовать что стоит за этим страхом очень часто у женщин за этим страхом стоит на самом деле страх одиночества то есть страх остаться одной и часто этот страх одиночества мы формируем в себе сами это может быть из-за того что у мамы с папой не сложились отношения нужно обязательно восстанавливать энергию по роду то есть восстанавливать отношения с мамой и с папой это можно сделать просто поговорить с мамой и папой попросить прощения за конкретные обиды какие-то да то есть за то что не высказывали да то что в копили в себе за то что умничали слишком до считали себя слишком умными за то что просто относились к родителям потребительский например да то есть это обязательно нужно проговорить восстановить эту энергию если родители уже умерли то нужно написать им письма дмитрий троцкий в принципе в своих лекциях родовой канал хорошо очень дает как это делать если вы восстанавливаете отношения с мамой то страх смерти страх старения еще бывает что то страх связан с болезнями да что я стану старой начну болеть никому не буду нужна то как правило этот страх уходит если у вас есть поддержка от рода если у нас есть поддержка от рода то мы рано или поздно приходим к пониманию что мы не есть это тело мы есть душа которая путешествует и тело нам дано для сохранить для того чтобы как можно счастливее как можно более эмоционально более чувственно прожить эту жизнь и реализовать свои желания да то есть потому что если мы болеем то конечно мы не то что реализовать желание не можем мы даже не можем расслабиться как 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 следует да то есть у нас постоянно все мысли о том чтобы выстроить и также страх старения может возникать от того что женщина на самом деле сама пожелала быть независимой и сама пожелала быть одна здесь обязательно нужно поработать с этим страхом и вспомнить откуда он взялся то есть когда впервые вы побоялись когда впервые вы испытали вот этот страх что вы останетесь одна кто внушил вам этот страх может это был кто-то из родных может быть это был а мужчина до который бросил вас да или как-то обошелся с вами не так но что обязательно у этого человека попросить прощения за то что создали такой ситуации и поблагодарить его что то что он как учитель на самом деле показал то что у вас и было да просто но в этой глубине лежал то есть может быть с прошлых жизней может быть еще больше да то есть много жизней уже вы с этим идете когда вы поблагодарите этого человека снимите претензии попросите прощения у него попросите прощения у себя за то что вы вырастили этот страх и поблагодарите себя за то что вы прошли через этот опыт и затем вы можете написать письмо этому страху любой страх принципе который мы выращиваем он возникает для того чтобы защитить нам тоже отчет и не нужно бояться до этого не нужно ненавидеть ваш страх какие-то субличности которые возникают поблагодарить их да и скажите что ты можешь уже трансформироваться в свет а ты мне уже не нужен я благодарю тебя потому что зачастую наши страхи они нас от чего-то защищают чего-то более плохого и вы можете написать также письмо своему телу то есть такая многоступенчатая работа зависимости от того откуда у вас возник этот страх письмо своему телу вы можете написать вот именно так дорогое мое тело я благодарю тебя за то что уже столько лет ты помогаешь мне жить работать радоваться жизни и я хочу попросить тебя прощения за то что я обращалась с тобой не всегда хорошо заставляла тебя работать на той работе на которой ты не хотела заставляла тебя стоять двигаться насильно что-то делать в тот момент когда мне хотелось полежать расслабиться заставляла тебя испытывать какие-то неприятные ощущения например женщина может даже написать что заставляла тебя заниматься любовью когда не хотела этого да и не испытывала так скажем удовольствие ни в коем случае нельзя этого делать за то что я в тебя закладывала всевозможную вредную еду за то что я тебя мучила диетами спортивными тренировками которые ненавидела например да то есть за любое насилие и за любое не полезно любые неполезности алкоголь курение нужно попросить у тела прощения и пообещайте вашему телу что все следующие годы очень 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 много лет впереди вы будете бережно бережно к нему относиться вы будете слушать его вы будете чувствовать что нужно вашему телу начиная от питания заканчивая вообще всем что вы делаете да то есть исполнением ваших желаний чутким отношением хотите вы или не хотите то есть женщине очень важно просто перестать насиловать себя во многом и почувствовать что же на самом деле ей нужно перестать быть марионеткой да в руках кого-то в руках средств массовой информации то есть просто дать себе почувствовать эту связь именно между ум тела и душа и таким образом напишите это письмо можете его сохранить можете его сжечь в принципе все что мы сжигаем если мы пишем особенно каком-то негативе да если страх например вы напишите страху письмо то это превращается с помощью огня в воздух и практически сразу уходит в самые самые такие тайные уголки вселенной то есть ну практически это прямой путь к нашему творцу да то есть все что мы сжигаем это сразу же трансформируется огонь эта трансформация вот так нужно поработать со страхом старения и обязательно ищите то есть когда когда он появился когда вы впервые начали что-то делать какие-то процедуры такие да а когда вы начали как-то истязать свое тело да вы стали бояться вот этого да потому что некоторые женщины они практически всю жизнь живут у них этого страха нет и они нравятся себе и это норма когда вы нравитесь себе любом возрасте как сказала недавно одна участница мастер-классов наших что 40-50 лет только начинаешь жить уходят все тараканы успокаивается гормональная система на самом деле очень многие только в 35-40 лет начинают и сексуальное удовольствие получать стопроцентное на тусе от своего мужчины и начинаешься реально себя снимать такой какая какая-то есть да уходит это вот излишняя страсть действительно очень многие женщины и в 40 50 60 и даже 80 лет бывают очень красиво потому что они любят себя они воспринимают себя такими какие они есть и они понимают что тело это тело а я есть все таки душа и часто в глазах таких женщин можно увидеть вот эту красоту вечную красоту гармонию и блаженство которое они испытывают внутри просто от самой жизни а